здравствуйте приветствую себя на канале в этом видео хочу рассказать об инструменте intersection curve о нем очень мало информации мало его кто использует но давайте попробуем разобраться для чего он может быть полезен для справки intersection curve находится выпадающий меню create в инструментах создание эскиза project include вот intersection curve и основной смысл что мы на двух плоскостях создаем эскизы и смотрим как они в пространстве могут друг с другом пересекаться покажу на примере создам окружность создам еще один эскиз так создам еще один эскиз на перпендикулярной ей поверхности создам вот такую окружность и окружность здесь сбоку finish sketch итак для начала необходимо создать еще один эскиз выбрать необходимую любую поверхность в этом никакой разницы нету project include intersection curve я поместил этот инструмент сюда к себе так для начала нам необходимо выбрать кривую а дальше можно на убирать уже не большое количество либо фейсов либо линии либо крем и кривых какие-то замкнутых мы видим что на виде сверху нас эта окружность она виде сбоку мы вот как раз вот эту вторую нашу окружность выбрали также могу поставить сюда еще одну вот эту нажиму ok и мы получаем трехмерные эскизы а вот таких вот интересных фигур это вот если использовать инструмент и смотреть как окружность пересекается с окружностью в пространстве все такие вот интересные дуги посмотрим дальше создам на этой поверхности например прямоугольник на перпендикулярной ей я создам окружность такую ну и вот такой например и скетч так далее выберу опять создать эскиз intersection curve опять-таки заметим что если мы выбираем первый инструмент который мы хотим проверить скажем так как он пересекается а если мы будем выбирать вот такую ломаную линию то мы не сможем это сделать нам придется делать это в несколько подходов поэтому лучше выбирать сначала какую нибудь непрерывную кривую и уже можно выбирать далее вот эти линии вот так так получается что мы получили букву с такую скажем так трехмерным эскизом просто используя два эскиза попробую применить сюда еще один на не очень пока так пробу посмотреть как будет пресекаться эта окружность и вот этот прямоугольник да мы видим что просто такие вот элемент у нас получается итак мы рассмотрели пересечение круга с кругом круга с прямоугольником давайте посмотрим как будет взаимодействовать между собой прямоугольник и еще один прямоугольник не скетч итак создам опять эскиз выберу intersection curve ну и давайте смотреть скажем убираю эту линию и так это убираем и выбираю вот этот элемент эти линии окей выбираю например опять вот эту линию и выбираю вот эти линии как такового большого смысла в этом нету потому что получается что как будто бы мы смещаем офсетом этот эскиз относительно этого поэтому этот инструмент на мой взгляд лучше использовать скажем так если у нас есть какая-то прямая линия и такая непрерывная кривая тогда результат может быть очень неплохой то есть буквально использовать только эскизы можно получать вот такие вот трехмерные эскизы пойдем дальше посмотрим как действительно это можно использовать на практике так я загрузил вот такую модельку самолета каким-то образом ее сориентировал на виде сверху на виде сбоку и создал эскиз то есть я обрисовал с вида сверху вот такой вот контур я хочу скажем сделать фонарь кабины самолета а здесь я сделал некоторое упрощение обязательно сделал здесь все это сплайном потому что если делать ломанные линии потом в дальнейшем результат будет но не очень хорош наверное это нужно решать каким-то другими методами но чисто для примера я хочу оставить это здесь так я создал второй эскиз на виде сбоку я тоже здесь сделал сплайн и вот такие вот собственно элементы постаралась повторить а вот эти крайние точки находятся на одних линиях проекции скажем так если вот были смотреть на виде сверху это они полностью совпадают эти точки так смысл какой что я создаю эскиз вызывая инструмент intersection curve и начинаю просто прокликивать говорю что вот кстати да обратите внимание здесь curve она может быть только одна а вот уже вторым полем может быть какое количество любой уже элементов поэтому я буду просто прокликивать их всех вот таким образом и мы видим что у нас в пространстве образуется вот такой вот трехмерный эскиз поверну наш наш картинки скорее сюда бы правильно будет сказать и повторю то же самое для второй стороны так отключу наши картинки потому что на самом деле возможно не очень с ними понятно немножко перегружают рабочее пространство так рано остановил edit sketch и продолжу вот этими кривыми тоже достраивать нажму ok как видим все это соединилось такой вот эскизик летает трехмерный а что можно с этим сделать я перейду например серфейс выберу инструмент loft выберу вот эти элементы и выберу вот эти элементы далее я выбираю rails выберу этот rail этот и вот этот нажму ok верну видимость нашего самолетика картинки а вот такую вот поверхность у нас получилось создать посмотрим как она выглядит на зебро анализе а по моему очень хорошую качество поверхность получилось создать скажем так можно более точно создавать данный loft если мы будем еще использовать помимо а вот и до сверху если будет еще у нас например вид спереди хотя на самом деле можно здесь создать loft между двумя этими линиями либо создать секущую поверхность какой-то и на ней создать эскиз который будет соединять вот эти точки и использовать его дополнительные как еще как рейлы но для этого необходимо будет поменять loft вот в этом направлении и все замыкать по-другим рельсы немножко так в целом инструмент достаточно интересный считаю что им можно пользоваться конечно я считаю что его не заслуженно спрятали так далеко то есть чтобы его вызвать нужно действительно разделать много шагов вот он здесь находится а и так вот такую модель фонаря самолета мы создали пользуя только два вида данного фонаря вот с помощью скажем так ссылочных картинок и видов с разных направлений мы можем устанавливать объемную геометрию по фотографии на этом я данное видео закончу всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал будет еще много всего интересного до новых встреч